ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! УСКРИП en torso Русские! Какими судьбами здесь? На нас? На нас в себя! Субтитры делал DimaTorzok Самое мерзкое в историях подобного рода, так это то, что бить начинают со всех сторон, и сзади, и спереди. Называется это пакость. Окружи. Или, другими словами, котён. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Куда папае? Толпа шоферов, пастухов, совхозных бухгалтеров, переодетая в форму и названная почему-то батальоном, очень удачно скучковалась, подставляя себя все сразу, под удачную очередь и мины. Командование отсутствует, приказы не действуют, офицеры батальона, те же переодетые пастухи из Геронбоя, несут какую-то околесину и только усугубляют. Паник. И все острее горячий овечьий запах, и бессмысленнее беготня, и паника, и результатом ее попытка прорыва окружения в самом нелепом месте, полностью открытым огнем. Кто-то еще, правда, пытается прикрывать бегущих. В этом бою батальон потерял 17 человек убитыми и 40 раненых. Убитых не подбирали, бросали, отступая вместе с оружием, бушлатами, сапогами, раненых тех, что могли двигаться, хоть чуть-чуть все же вытаскивали. Отходим, Юра. Пошли. Боишься? Пошли. Пошли, да, пошли. Не боишься? А что там где? А что там где? Если не помогали, быстро. Их правдим. У меня, кстати, создало впечатление, что численность не играет особой роли в этой войне. Что если бы было в два раза больше, там сейчас на высотке, то в два раза больше бы и побежало. Так точно. Но то, что в три раза больше было бы, в три раза больше побежало. Солдатский камуфляж. Ранение у тех, у кого удалось вытащить, у тех, кто не остался стонать и материться в ущелье, самые дикие, осколками мир, пулен, прожженные в леску мясе в дырке от трассировки. Слушай, мы крепко попали, а? Да. Еле-еле вышли. Пять минут. Всё. Умерли бы мы все вместе с вами. Бегство герангуйского батальона с позицией мгновенно породило панику по всей линии обороны. Начались захваты автобусов, вывозивших ранее. Ребята, держитесь, перебитесь. Надо, 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 надо. Помогите! А, царь, сейчас он... Что, почему плачешь? Оружия в батальонах практически нет. Переданные советскими генералами республики так называемые вооружения перед передачей были разграблены вполне конкретными генералами. Делали бабки. Только одно. Деньги и наживы. Больше ничего их не волнует. Ни жизни, ни крови. Ничего не волнует. Он знал прекрасно, что он сейчас это сделает, и завтра его самолет улетит, увезёт. И наш добродушный народ, который верил всегда России, верил русским, они всегда его провели с почестями, с фруктами, со всеми провели. Он передал им дивизию. Они не понимали, что он передал. Оружия в панике. ПОДПИШИВАЯ МУЗЫКА Почему они в панике, они же солдаты? Какие солдаты? Возвращение в панике. Пошмар вообще! Вы не стою, я не стою. Это отступление армии. Слушай, кошмар вообще. А он готов стрелять? Сколько там раненых везет? Беглых геронбойцев перехватывали и доставляли в Тер-Тер, в ставку генерала Садыхова. Сколько человек привезло раненых? Шесть минут. Сколько человек привезло раненых, говорю? Я тебе ещё раз говорю. Кто там паникует, кто паникует, я тебе разрешаю расстреливать. А мне не надо сюда, Судоркова, звонить. Ты и твой вначале гостя. Я вас отправлю туда, блядь. Я сказал, ехать на своё место. Спустя час или два батальон был переформированный и снова брошен на захват потерянных позиций. Ущелье Суамбары-Сарсанг снова наполнилось душным чадом танковой соляры, теплым запахом кирзы, крови и оттара. Ущелье Суамбары, март 93-го года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова